Посмотрите, как соединены эти два конденсатора, на 3 и на 6 фарад. Что произойдет, если подключить к ним источник напряжения 8 вольт? Как всегда происходит с конденсаторами, заряд разделится. Отрицательно заряженные частицы будут двигаться от правой обкладки конденсаторов к положительному полюсу батареи. Но когда заряды доберутся до другой стороны, произойдет нечто интересное. Они столкнутся с узлом цепи, с развилкой, и перед ними встанет выбор, куда направиться дальше. К конденсатору емкостью 3 фарада? Или к конденсатору емкостью 6 фарад? Каждый конденсатор получит какое-то количество заряда. Но поскольку у 6-фарадного конденсатора емкость вдвое больше, чем у 3-фарадного конденсатора, поэтому первому конденсатору достанется вдвое больше заряда, чем второму. То есть с правой стороны от верхнего конденсатора уйдет вдвое больше отрицательных зарядов, и с левой стороны к нему придет тоже вдвое больше отрицательно заряженных частиц. Но сколько именно заряда получит каждый из этих конденсаторов? Несмотря на то, что схема может показаться сложной, найти заряд будет достаточно легко. Почему легко? Потому что каждый из этих конденсаторов подключен напрямую к полюсам батареи. Иными словами, положительно заряженная обкладка верхнего конденсатора соединена напрямую с положительным полюсом батареи. Так же, как и отрицательно заряженная обкладка конденсатора соединена напрямую с отрицательным полюсом батареи. Это означает, что напряжение на конденсаторе емкостью 6 фарад будет совпадать с напряжением батареи, в нашем случае 8 вольт. Все то же самое верно и для конденсатора емкостью 3 фарада. Напряжение на нем будет тоже 8 вольт. При таком подключении можно считать, что конденсаторы соединены с батареей каждый сам по себе, то есть независимо, потому что на каждой из них подается одинаковое напряжение. Теперь, зная напряжение, мы можем вспомнить определение емкости и, используя его, найти заряд. Для нижнего конденсатора мы подставим формулу емкость 3 фарада и напряжение 8 вольт. Получится, что его заряд будет равен 24 кулонам. Теперь повторим расчеты для верхнего конденсатора. Подставим формулу 6 фарад и 8 вольт и получим заряд 48 кулонов. Вышло так, как мы и думали. На конденсаторе с вдвое большей емкостью накопилось вдвое больше заряда. Такое соединение конденсаторов называется параллельным. Два конденсатора считаются соединенными параллельно, если их положительные полюсы соединены друг с другом напрямую, и отрицательные тоже соединены друг с другом напрямую. И вы можете спросить, возможно ли в таком случае заменить два параллельных конденсатора одним эквивалентным, чтобы он влиял на цепь точно так же, как два изначальных конденсатора. Для того, чтобы найти эквивалентную емкость параллельно соединенных конденсаторов, достаточно просто сложить емкости каждого из этих конденсаторов. Почему так? Давайте еще раз посмотрим на конденсаторы. Каждый из них напрямую подсоединен к батарее. Можно даже мысленно соединить все положительно заряженные обкладки в одну большую пластину. И точно так же, поскольку все отрицательные обкладки соединены друг с другом напрямую, то можно соединить их все в одну большую отрицательно заряженную пластину. Таким образом, соединив конденсаторы параллельно, вы по сути делаете из них один большой конденсатор. Далее нужно вспомнить, что емкость конденсатора прямо пропорциональна площади обкладки. Если мы соединим их в одну большую пластину, то по сути сложим отдельные емкости каждого конденсатора. Несмотря на то, что на разных конденсаторах при параллельном соединении может оказаться разный заряд, но все равно сумма всех зарядов будет равняться заряду на эквивалентном конденсаторе. То есть, если на этих конденсаторах были заряды 1 кулон, 2 кулона и 3 кулона соответственно, то эквивалентный конденсатор будет хранить заряд 6 кулонов. Теперь вернемся к схеме, которая была в самом начале нашего видео. Эквивалентным конденсатором, который заменит два параллельных конденсатора на 3 и на 6 фарад, будет один большой конденсатор емкостью 9 фарад. Теперь давайте посчитаем, какой заряд на нем накопится, если подключить к нему батарею с напряжением 8 вольт. При помощи формулы емкости находим, что заряд на конденсаторе 9 фарад будет равняться 72 кулонам. И все сходится. Как вы помните, на конденсаторе емкостью 6 фарад был заряд 48 кулонов, а на конденсаторе емкостью 3 фарада был заряд 24 кулона. Значит, суммарный заряд на этих двух конденсаторах 72 кулона. То есть это тот же самый заряд, который накопит эквивалентный конденсатор. Рассмотрим другой пример, чуть более сложный. Добавим в нашу схему еще один конденсатор на 27 фарад. После подключения батареи все конденсаторы окажутся заряжены, и на каждом из них будет некое напряжение. Давайте попробуем найти заряд каждого конденсатора и напряжение на каждом конденсаторе. В первую очередь обратим внимание, что конденсаторы на 3 и на 6 фарад по-прежнему подключены параллельно. А значит, на каждом из них будет одинаковое напряжение. Но на этот раз напряжение не будет совпадать с напряжением батареи. Несмотря на то, что их отрицательные полюса напрямую подключены к отрицательному полюсу батареи, их положительные полюса не подключены напрямую к положительному полюсу батареи. Между ними и батареи находится конденсатор емкостью 27 фарад. Аналогично, напряжение на конденсаторе ёмкостью 27 фарад тоже не будет равно напряжению батареи. Даже несмотря на то, что его положительный полюс напрямую подключен к батарее. Но все равно, его отрицательный полюс не подключён напрямую к батарее. Получается, что мы не знаем напряжения ни на одном из этих конденсаторов. А если мы не знаем напряжение на этих конденсаторах, тогда как мы узнаем их заряд. Нам известно лишь, что напряжение на всей цепи 8 вольт. Но мы не знаем напряжение на каждом из конденсаторов. Поэтому мы постараемся заменить все эти конденсаторы единственным эквивалентным конденсатором. И начнем мы с конденсаторов на 3 и на 6 фарад, поскольку они соединены параллельно. Это мы знаем наверняка, потому что их положительно заряженные обкладки соединены напрямую, так же как и отрицательно заряженные обкладки соединены напрямую. Вспомнив формулу для параллельных конденсаторов, мы получим, что емкость конденсатора, эквивалентного этим двум конденсаторам, будет 9 фарад. Итак, теперь у нас есть конденсатор на 9 фарад и конденсатор на 27 фарад. Они соединены последовательно, потому что подключены в цепь один за другим. Или иными словами, положительно заряженная обкладка одного конденсатора соединена с отрицательно заряженной обкладкой следующего. Поэтому эти два конденсатора можно тоже заменить одним эквивалентным. Для этого мы воспользуемся формулой для последовательно соединенных конденсаторов. Единица, деленная на эквивалентную емкость, равняется единице на С1 плюс единица, деленная на С2. Подставим в эту формулу 9 фарад и 27 фарад. Получится, что единица на эквивалентную емкость равна 0,148. Не забывайте взять обратную величину. Эквивалентная емкость равна 6,75 фарад. Таким образом, мы можем заменить два конденсатора на 9 фарад и на 27 фарад одним эквивалентным конденсатором емкостью 6,75 фарада. Теперь мы наконец-то можем найти заряд, который накопился на одном эквивалентном конденсаторе. Потому что его положительно заряженная обкладка подключена напрямую к положительному полюсу батареи, а отрицательная обкладка к отрицательному полюсу батареи. Что означает, что напряжение на конденсаторе будет равняться напряжению батареи, то есть 8 вольтам. Теперь возьмем формулу емкости и вычислим заряд на этом конденсаторе 54 кулона. Поскольку этим эквивалентным конденсатором мы заменили два последовательно соединенных, то на каждом из них будет тот же заряд, что и на эквивалентном. Теперь можно узнать напряжение на этих двух конденсаторах. Опять же подставим 27 фарад и 54 кулона в определение емкости и получим, что напряжение на правом конденсаторе 2 вольта. Повторив те же вычисления для левого конденсатора, получим, что на нем напряжение равно 6 вольтам. Обратите внимание, 2 плюс 6 вольт равно 8 вольтам напряжению батареи. Теперь мы можем найти заряд на конденсаторах с емкостью 3 фарада и 6 фарад. Мы знаем, что напряжение на обоих этих конденсаторах 6 вольт. Поскольку напряжение на каждом из параллельно соединенных конденсаторов равняется напряжению на эквивалентном конденсаторе. Зная напряжение, подставим известное нам значение в определение емкости. Получится, что конденсатор на 3 фарада хранит заряд 18 кулонов. Повторив вычисление для оставшегося конденсатора, мы получим, что на нем заряд 36 кулонов. Все сошлось, поскольку 18 кулонов плюс 36 кулонов равняется 54 кулонам. Заряду на эквивалентном конденсаторе с электрической емкостью 9 фарад. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.